Боевые действия не останавливаются, к сожалению, поэтому давайте рассмотрим, как они проходили последние сутки. Итак, итоги такие. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении вступательных действий на таких направлениях. Купянская, Лиманская, Бахмутская, Авдеевская и Новопавловская. Противник несет большие потери. Мы вот только что вам показывали на экране. Какие вооруженные силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны по всем направлениям? Итак, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелом подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области, Толсодубова, Волковка, Белокопытова, Волфина и Басовка Сумской области. И Ветеринарное, Красное, Волчанск и Двуречное на Харьковщине. Купенское и Риманское направления далее рассмотрим. Там противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Масютовка, Синьковка, Купенск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальная, Берестовая, Песчаная, Вишневая и Чернищина. Это Харьковская область. Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невская, Деброва и Белогоровка пострадали на Луганщине. И Ивановка, Спирная и Раздоловка были обстреляны в Донецкой области. На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселая, Васюковка, Залезнянская, Бахмут, Александра Шультина, Азаряновка, Делиевка и Майорска в Донецкой области. Бахмутское направление также рассмотрим. Это Донецкая область. Там минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселая, Васюковка, Залезнянская, Бахмут, Александра Шультина, Азаряновка, Делиевка и Майорска. Я, прошу прощения, немного повторил то, что мы говорили в предыдущей, а давайте Авдеевское коротко разберем. Коллеги, еще раз, пожалуйста, покажите эту графику. Новопавловское направление пострадало в том числе и Авдеевское. Сама Авдеевка, которая находится непосредственно возле Донецка, в двух километрах от этого города. Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маренко, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Причистовка и Золотая Нива. Это все Донецкая область. На ней мы заканчиваем. Далее рассмотрим запорожское направление. Здесь огневому воздействию подверглись Времовка и Новополь Донецкой области. Ольговское, Гулейполе, Староукраинка, Гулейпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Запорожской области, Ильинка и Никополь, Днепропетровской. Практически каждый день город Херсон обстреливается и херсонское направление вновь становится горячим. Там противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, гражданские объекты самого города Херсон, также Антоновку. Это тоже Херсонская область. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Наши защитники сбили два вражеских самолета Су-24М и Су-25. Тут нужно отметить, что один из этих самолетов, вертолетов, был именно тот летающий аппарат, на котором Пригожин, глава ЧВК Вагнер, выхвалялся. И рассказывал, что он готов вызвать украинского президента Владимира Зеленского на авиадуэль. Поэтому очень важно отметить, что именно эту машину было сегодня уничтожено. Субтитры создавал DimaTorzok